Говорит Черкесск В эфире информационно-аналитическая программа Радио Карачаева Черкесии «Ракурс». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Студия работает в марте Киев. Я приветствую всех, кто решил начать очередную рабочую неделю вместе с нами на волне Республиканского радио. На календаре понедельник, 21 августа. Сегодня в нашей программе. Эксперты ОНФ проводят мониторинг исполнения программы «Доступная среда в Республике». Решим проблему за 8 дней. Таков девиз проекта решено онлайн. В Республике появятся сертифицированные инструкторы по горно-пешеходному туризму. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжаем информационно-аналитическую программу «Ракурс». На календаре 21 августа-понедельник. В студии работает у Марти Киев. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» экспертами и активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии ежегодно проводится мониторинг исполнения программы на территории региона, то есть обследование объектов инфраструктуры по вопросам организации безбарьерной среды для маломобильных групп граждан. Всего до конца августа будет проверено около 60 объектов. Город Черкесск и близлежащие районы уже обследованы, остались лишь отдаленные. Подробно о мониторинге и его задачах рассказала эксперт регионального отделения ОНФ в Карачаево-Черкесии Елена Берниченко. По ее словам, в последнее время уделяется пристальное внимание реализации многоцелевой государственной программы по защите и поддержке отдельных слоев населения, которые ограничены в своих действиях из-за состояния физического или психологического здоровья. Организация доступной среды для инвалидов является элементом реализации приоритетного проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества», в рамках которой мы проверяем не только доступную среду, но и качество оказания услуг всем гражданам нашей страны, в медицинских учреждениях, доп. образования, в школах, детских садах, социальных учреждениях. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии уже не первый год проводит мониторинг по организации доступной среды для маломобильных групп граждан. Основной целью нашего мониторинга является выявление нарушений в части организации доступной среды для маломобильных групп граждан. Сюда мы относим и людей, которые перемещаются на инвалидных колясках, и людей с ограничениями слуха, зрения, ну и так далее. В этом году запланирована проверка около 60 объектов во всех муниципальных районах нашей республики. Это центры занятости, учреждения дополнительного образования детей и медицинские учреждения. Буквально перед нашей беседой активисты и эксперты Общероссийского народного фронта посетили поликлинику в Усть-Джугуте. По словам Елены Берниченко, в медучреждении укреплена материально-техническая база. Есть все предпосылки называть его образцовым. Но, к сожалению, в рамках программы «Доступная среда» руководством поликлиники не предприняты меры. Мы приехали буквально только что после обследования поликлиники в городе Усть-Джугута, где как раз-таки нами было обнаружено, что «Доступная среда» там вообще отсутствует. То есть с точки зрения работы поликлиники все замечательно, все хорошо, ну с какими-то незначительными замечаниями. А что касается организации «Доступной среды», то нет. Ее там просто нет. То есть человек с ограничениями возможностями на инвалидной коляске туда просто физически попасть не сможет. И таких учреждений у нас достаточно много. Еще один объект поразил экспертов и активистов УНФ. Это республиканская комплексная спортивно-адаптивная школа для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Казалось бы, название уже обязывает создать все условия. Но, как и в первом случае, с поликлиникой условия не созданы в полной мере, считает моя собеседница. Одним из ярких примеров отсутствия «Доступной среды» является республиканская комплексная спортивная адаптивная школа для лиц с ограниченными возможностями «Надежда». Это тренажерный зал, в который мы попали для лиц с ограниченными возможностями развития. Он материально-технической базой оснащен полностью. Там, можно сказать, шикарные тренажеры стоят. Любой здоровый человек с удовольствием бы занимался на них. Но этот гимнастический зал расположен в подвальном помещении многоэтажного дома. И для того, чтобы человеку на инвалидной коляске туда попасть, придется очень много преодолеть препятствий. Там есть съемные швеллеры, которые, в принципе, недопустимы в эксплуатации, которые работники учреждения устанавливают на одни ступени. Инвалид спускается, их перемещают на ступени, которые ведут в еще более нижний уровень подвального помещения. То есть пороги, узкие двери, все очень печально на самом деле. И обидно, что при наличии такой хорошей материально-технического оснащения нет доступной среды просто. В Министерство физической культуры и спорта направлены наши замечания, выявленные, и предложение о возможном рассмотрении размещения данного гимнастического зала в строящемся на Зеленом острове спортивном комплексе. Потому что там большая площадь довольно, и было бы замечательно, если бы в доступном месте, в центре города размещалась такая замечательная школа для лиц, ограниченной возможностями. Но не все так плохо. В республике немало объектов, в которых созданы все необходимые условия для маломобильных групп граждан. К примеру, детско-юношеская школа по спортивной гимнастике и открытый плавательный бассейн в парке культуры и отдыха Зеленый остров. Эксперт Общероссийского народного фронта Елена Берниченко отметила те изменения, которые произошли в этих учреждениях за последние годы. Также нами была обследована детско-юношеская спортивная школа по спортивной гимнастике Министерства образования и науки Карачаева Черкесской Республики, где тоже имеется гимнастический зал для инвалидов. Там доступная среда, в принципе, есть с небольшими замечаниями. Кстати, открытый плавательный бассейн, который находится на территории парка и отдыха культуры Зеленый остров города Черкеска. Также был обследован нами тоже. Если кто-то из людей с ограниченными возможностями не знает, если услышит, обязательно могут посетить его, потому что он адаптирован для людей с ограниченными возможностями и с точки зрения парковочных мест, пандусов, широких проездов. То есть все условия созданы. Положительным примером стала в этом году Карачаева Черкесская Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих. Ранее мы уже обследовали это здание. Оно было не адаптировано для инвалидов. Пути движения к этому зданию тоже не отвечали нормам. То есть для того, чтобы добраться до инвалиду с ограниченными возможностями здоровому человеку до этого здания, нужно было применить большие усилия. Там не было дороги, было очень много препятствий на пути движения. Сейчас и дорожки, ведущие к зданию, заасфальтировали, и разметку нанесли специальную яркую для того, чтобы людям слабовидящим хорошо было видно их. И само здание адаптировано, учтены все рекомендации, все замечания Народного фронта. Поэтому это можно предложить в качестве положительного примера. В рамках мониторинга наряду с медицинскими и социальными были проверены и образовательные учреждения, в частности школы, колледжи и вузы. По итогам обследования экспертами ОНФ дана положительная оценка нескольким колледжам и Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии. Нами были обследованы колледжи города Черкесска, индустриально-технологический колледж, технологический колледж. Тоже колледжи, в принципе, адаптированы с небольшими замечаниями, но можно их представить в качестве примера положительного для колледжа культуры и искусств имени Даурова, где доступная среда неорганизована. Есть, конечно, небольшой пандус в этом году сделали, распашные двери для того, чтобы человек с ограниченными возможностями мог на инвалидной коляске заехать туда, но в остальном ступени, пороги, дверные проемы для того, чтобы в помещение въехать, пути движения. То есть абсолютно все неорганизовано, не говоря уже о санузлах, в которые просто человек с ограниченными возможностями не попадет. Также положительным примером хотелось бы представить Северо-Кавказскую государственную гуманитарно-технологическую академию, расположенную в городе Черкесске, где доступная среда организована на высшем уровне. Здесь есть и кабинеты специально адаптированные для инвалидов, и даже посадочные места, парты, к которым может свободно подъезжать инвалидная коляска. И четко обозначены пути движения инвалидов по территории академии, по территории здания. То есть все очень качественно, так сказать, продумано. Большую работу в этом направлении провели на автовокзале и железнодорожном вокзале. По мнению эксперта, руководство предпринимает все усилия для создания безбарьерной среды. Такой еще пример – это автовокзал в городе Черкесске, который мы проверяли несколько лет назад. И в прошлом году они ряд нарушений исправили, установили дополнительные распушные двери, все необходимые съезды для маломобильных групп граждан. Однако востребованности в этих услугах нет, потому что для того, чтобы человек с ограниченными возможностями на инвалидной коляске куда-то поехал, для этого нужны специальные оборудованные транспортные средства. Железнодорожный вокзал города Черкеска тоже имеется ряд нарушений, однако администрация вокзала, они всевозможные прилагают усилия для того, чтобы эту среду организовать. То есть даже если у них нет специального оборудования, они изготавливают самостоятельно различные приспособления для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли в территорию вокзала, в здание въехать и обратно, соответственно. Так или иначе, все реагируют на наши замечания, на наши предложения. Вопрос в другом, что не все замечания устранить могут, видимо, по причине отсутствия финансов. То есть есть, конечно, замечания, которые не требуют особых затрат. Это нанесение яркой контрастной маркировки. То есть на двери, на путях движения, при входе на ступени, перед началом пандуса, после окончания пандуса. Также, что установление кнопки вызова при входе, указательные таблички, чтобы человек мог ориентироваться свободно в пространстве. Или же, допустим, таблички с информацией об организации. На вопрос, обращаются ли люди с ограниченными возможностями в общероссийский народный фронт со своими проблемами, Елена Берниченко ответила следующее. К большому сожалению, люди с ограниченными возможностями у нас не чувствуют себя зачастую полноценными членами нашего общества, не знают зачастую своих прав, пускают руки, и они не верят в то, что если они пожалуются или обратятся куда-то, их услышат. Возможно, еще потому что у нас люди очень пассивные. Не только говоря о людях маломобильных гражданах, а просто о гражданах наших, жителях нашей республики. Мы обследовали, как я уже говорила, поликлинику. Вы в Жигуте, да, в поликлинике. И вы знаете, я была удивлена, когда просили людей заполнить короткую анкету и оставить свой отзыв, и они просто не хотели. Они говорят, нет, я не хочу, нет, не надо. Ну это же чаще всего вы и жалуетесь на работу поликлиник, больниц, детских садов, школ. А когда мы просим элементарно заполнить анкету, нам отказывают. Вот очень обидно, хотелось бы даже призвать наших граждан к большей активности, если нарушают ваши права, если вы чем-то недовольны, не просто сетовать друг к другу, рассказывая о том, как жизнь несправедлива. Обращайтесь, звоните всегда в Народный фронт, другие учреждения. Проявляйте свою гражданскую позицию, инициативу, и в принципе Народный фронт придет на помощь. Напомню, что государственная программа «Доступная среда» реализуется в республике с 2011 года, и за это время были частично или полностью адаптированы 105 социально значимых объектов в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, занятости и спорта. КОНЕЦ В эфире радио Карачаева Черкесии, информационно-аналитическая программа «Ракурс». В студии работает у Марти Киев. Уже знакомый многим жителям республики портал «Решено онлайн» постепенно набирает обороты. Уже сегодня модераторы сайта отмечают активность граждан, которые пользуются услугами нового портала. Напомню, что амбициозный план проекта «Решить проблему» за 8 дней сработал. Сегодня зафиксировано порядка 300-400 обращений, а комментариев и отзывов немалое количество. С момента появления портала многое изменилось, и его технические возможности в том числе усовершенствованы. Не сидит сложа руки и команда руководителя проекта Лебека Узденова. Как изменился проект, стал ли он лучше, информативнее и быстрее? Ответы на эти и многие другие вопросы мы вполне резонно адресовали советнику главы республики Лебеку Узденову, который любезно согласился нам рассказать о развитии проекта. Пожалуй, важное событие в жизни проекта – конструктивный диалог с сотрудниками мэрии республиканской столицы. По словам Узденова, необходимость провести встречу назрела давно, ведь, как известно, в любом деле есть спорные моменты. Чтобы избежать в будущем подобных проблем, вместе со специалистами мэрии были обсуждены многочисленные вопросы, в том числе несвоевременное выполнение заявок граждан. Основная часть обращения, она сконцентрирована в городе Черкесске, поэтому на город самая большая нагрузка, но и отношение некоторых отделов города к работе проекта уже вызвало некоторые нарекания, поэтому статистика у города стала очень низкая. Одни из лидирующих позиций были в начале работы проекта, а сейчас чуть ли не последнее место. Город Черкесск занимает эффективность работы в рамках проекта «Решено». Были нестыковки и с нашей стороны, были ошибки, серьезные ошибки, поэтому сразу делать какие-то выводы я не возьмусь, но как бы там ни было, возникла необходимость встретиться и обсудить, что и было сделано. Мы организовали в таком рабочем порядке совещание с руководителями, сотрудниками отделов мэрии, которые так или иначе принимали участие в работе проекта, то есть начиная от окна приема обращений, заканчивая людьми, которые выкладывают ответы на сайт, ну и сами как бы исполнители, то есть те отделы, которые непосредственно работают над проблемами, которые их решают. Каждый день на портал поступают замечания, предложения и жалобы по тем или иным направлениям. Все они без всякого сомнения решаются, кроме тех, которые по случайности адресованы модераторами другому исполнителю, или же действительно не выполнены непосредственным исполнителем. Среди проблем волнующих жителей высохшие деревья или сухостой, состояние дорог некоторых улиц, несвоевременный вывоз мусора и так далее. На самом деле у жителей очень много разных замечаний, и потому на них нужно обращать внимание и как следствие выполнять. Тем не менее, наша команда учится на ошибках, и мы моментально исправляем их, чтобы просьба заявителя была удовлетворена, заметил Алибек Узденов. Ну, сразу хочется отмечить, что самое большое количество нареканий было по содержанию зеленых насаждений, то есть это деревья сухостои, которые нужно спилить, которые угрожают жизни и здоровью людей. Но этим почему-то никто не занимается. Есть проблема деревьев, которые перекрывают дорожные знаки, светофоры, которые тоже как бы представляют у себя некую опасность, потому что нарушение правил дорожного движения – это всегда опасность, это всегда повышенный риск, и если сегодня по вине этого дерева ничего не происходит, то завтра, не дай бог, может произойти беда. Потом были нарекания по содержанию дорог, асфальтового покрытия. Есть обращения, где просят закрыть какую-то яму небольшую, или там несколько ям. По факту это работа нескольких часов, может быть, одного-двух дней, а решение проблемы, к сожалению, иногда длится месяцами. На это тоже мы обратили внимание. Понятно, что есть огромное количество текущей работы, которая не всегда позволяет работникам муниципального образования и администрации закрыть на них глаза, выйти по тем обращениям, которые поступили через наш портал. Но, тем не менее, есть четкая позиция, что те обращения, которые поступают через нас, они должны быть устранены в течение 8 рабочих дней с момента получения. И галочка «Решено» ставится именно тогда, когда проблема решается. Ну или когда мы видим, что сотрудники по крайней мере предприняли все попытки устранить проблему в рамках своих полномочий, в рамках законодательства, а не пытались увильнуть, отписаться и так далее. В первую очередь наша задача стоит удовлетворить потребности жителей региона. Когда заявители пишут о том, что их проблемы не решаются, а на сайте они почему-то отмечаются как решенные, это не могло не обратить наше внимание. Естественно, возникли вопросы контролирующей организации. В большинстве случаев это Министерство строительства, когда работники Министерства, ответственные за ведение работы в рамках проекта, видят такие ответы, но почему-то ставят галочки, отмечают работу как исполненную. Хотя устранения проблем явно нет. Были проблемы и с нашей стороны, мы иногда неправильно назначали ответственных лиц, скажем так. И сегодня могу сказать, что слабые места не выявлены. Уже сейчас можно делать первые прогнозы и оценить качество, методы и своевременное решение проблем муниципалитетами республики. Лидирующую позицию занимает Малокарачаевский район. По словам советника главы республики Альбека Узденова, в этом районе все заявки выполняются качественно в сроке, и что немаловажно, иногда в рамках одной заявки решаются сразу несколько проблем граждан. Что, в свою очередь, не может нас не радовать, сказал, в свою очередь, Альбек Узденов. По остальным районам ситуация несколько иная. Пока что органы местного самоуправления не так активно включились в этот процесс, как администрация Малокарачаевского района. Раз пошел этот разговор, хочу отметить те муниципальные образования, которые проявили себя с положительной стороны. В первую очередь, это Малокарачаевский район. Он отличается тем, что не просто реагирует на проблему, а выполняет какие-то сверхзадачи. Если мы говорим о нарушении графика вывоза бытовых отходов, было такое обращение в одном из населенных пунктов, то они не просто меняют график, они ставят дополнительные контейнеры. В тех местах, где их раньше не было. Они были 15 лет назад и долгое время не существовало. Это очень радует, хочу выразить благодарность администрации района. Ну и по всем остальным районам, в принципе, плюс-минус примерно ситуация одинаковая. Хабецкий район чуть отличился в негативную сторону. Но видно, что пока не мере они стараются исправить ситуацию. Понятно, что переформатировать работу и реагировать на обращение граждан в течение 8 рабочих не достаточно сложно. Но посмотрим. Пока выводы делать не будем. Есть минусы, есть недопонимания в некоторых вопросах. Но пока не мере видно, что ребята стараются. Возможно, ситуация исправится. Поэтому пока выводов не делал. В Ногайском районе была проблема. К сожалению, пришлось лично обратиться к главе района, чтобы эту проблему устранили. Она провисела несколько месяцев. Была обнаружена свалка еще в самом начале работы проекта, которая не устранялась очень долгое время. В какой-то момент я понял, что в районе, в принципе, об этой проблеме забыли. Было поручение главе муниципального образования, на территории, на которой она находится. Ну и была проблема, на самом деле, то есть она находилась на границе двух районов и свозился мусор, как бы, из соседнего района в том числе. Вот ответственность, как бы, территориально находится в одном униципалитете. Да, мусор, на самом деле, принадлежит жителям другого униципалитета. Тоже, с человеческой точки зрения, как бы, двоякая ситуация. Но, как бы там ни было, они должны контролировать свою территорию. И после обращения к главе района с просьбой взять на контроль, как бы, это обращение, проблема была устранена. Свалка достаточно серьезная, крупная. Слава Богу, да, что все получилось, все хорошо. Особое внимание и приоритет отдается экологическим проблемам, а если быть точнее, стихийным свалкам, да и просто тем местам, которые жители разных районов стали захламлять бытовым мусором. За последние несколько месяцев, благодаря работе портала, удалось устранить около 45 свалок разных по объему, делится с нами успехами руководитель проекта Лебек Узденов. Так как у нас сейчас идет год экологии, оборудованный главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, в рамках работы проекта решено, за несколько месяцев работы мы устранили порядка 45 свалок, то есть стихийных навалок мусора. Разного масштаба, какие-то большие, какие-то маленькие, но как бы там ни было, работа в этом направлении ведется, ведется очень эффективно. И среди контролирующих организаций в рамках реализации проекта хочу отметить Управление по охране окружающей среды и водных ресурсов Карачаевской республики, которые очень ответственно подходят к своей работе. Каждое обращение они не ленятся, выезжают, проверяют, и только после этого ставят галочки о том, что проблема решена. Не было ни разу такого, чтобы они отметили проблему как решенную, а она по заявлению граждан или по нашему решению была направлена на повтор. То есть всегда оценка объективная, очень четкая. И в принципе они удовлетворены нашей работой, потому что такой административный механизм, как проект Режино онлайн, это очень хорошее подспорье для решения экологических проблем региона. Ну и с их стороны мы тоже видим как бы ответную реакцию, то есть очень ответственно подходят ребята к работе. Помимо этого в рамках экологических проблем в городе Черкесске были обращения о ненадлежащем состоянии мусорных площадок. Стоит несколько контейнеров, которые вроде как должны быть ограждены сеткой, забором, для того, чтобы избежать распространения мусора по ветру. Черкесск у нас город ветреный, город летающих пакетов, и к сожалению, приходится, я предлагал, некоторые усилия для того, чтобы эти пакеты летать перестали. Вот такие обращения были, там более 10 таких обращений, и Назир Капсергенов, начальник отдела, который занимается этой проблемой. Очень понравилась реакция, то есть очень быстро среагировал, в течение буквально нескольких дней. Все обращения были отработаны, там, где нужно было заменить контейнеры, контейнеры заменили, там, где нужно было поправить площадку, поправили, поставили забор, покрасили, в общем, все хорошо, все отлично. Их работа мне понравилась больше всего. Учитывая тот факт, что транспортный поток с каждым годом увеличивается, естественно, возрастает нагрузка на дорожные сети. Которые зачастую не всегда своевременно ремонтируются. А если к этому добавить осадки и неблагоприятные погодные условия, то изношенность автомобильных дорог происходит намного быстрее. К примеру, жители часто жалуются на искусственные неровности, которые в большинстве своем не имеют строго придерживаемой формы и вида. Кстати, за время работы удалось выполнить ямочный ремонт дорог в разных населенных пунктах. «Были обращения по ненадлежащему состоянию лежачих полицейских. Это тоже такая системная проблема у нас, к сожалению, в регионе. Иногда я понимаю, что люди пытаются как бы из добрых побуждений это сделать. Делают их слишком высокими, слишком крутыми. Конечно, они более эффективны в некоторых случаях, такого рода искусственные препятствия. Так как водители реально снижают скорость, понимают, что проезжать их на скорости 40-50 километров сейчас просто физически не получится. Но с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет в том, что если вдруг водитель в силу каких-то обстоятельств проморгал, лежачий полицейский, искусственную неровность, наехал на нее на слишком высокой скорости, это не должно приводить к каким-то катастрофическим последствиям. А в некоторых случаях мы можем говорить о повреждениях автомобиля, о очень серьезных повреждениях. А если еще и рядом, допустим, окажется пешеход, водитель просто может потерять управление, наехать, не дай бог, ситуации могут быть разные. Были несколько обращений. В данном управлении были искусственные неровности без предупреждающих знаков, или знаки были установлены слишком поздно, скажем так. Кстати, проблема еще в некоторых местах сохраняется. Я проезжал, как видел, скорее всего, нужно будет попросить активистов, чтобы сделали выезд, еще раз зафиксировали такие участки и направили обращение. Недавно мы отремонтировали, ну, я точно не могу сказать, порядка 15 километров дорог в рамках проекта. Ну, это был ямочный ремонт, естественно. Дорога в АУ «Красный Октябрь», там было порядка 25-30 обращений с фотографиями. То есть это соответствует нормам проекта, когда фотографируют отдельную яму, да, и просят ее залатать. Так и должно быть. Участок дороги с просьбой отремонтировать мы не принимаем, принимаем отдельную яму каждый. Вот, и было более 100 обращений на участке села Знаменька и села Николаевка, Прикубанского района. И информация поступила через социальную сеть Инстаграм. Я там же в комментариях заявителю, да, написал, что, как бы, заявка принята, направим в работу. И все яму залатали. И сегодня мы получаем благодарные отзывы, как бы, от жителей нескольких начленных пунктов, которые могут спокойно проехать. Вот там, ну, в силу больших осадков были смывы дорожного полотна. И уже когда мы выезжали на место, граждане, местные жители, видя там процесс ведения работы, обращались с просьбой установить в некоторых местах водотводы, для того, чтобы вода не проникала на поверхность дороги, из-за чего она, как бы, страдает. Ну, спасибо вам огромное, потому что эта работа тоже была проделана, были установлены в нескольких местах лежачие полицейские, в том числе, то есть аварийно опасные участки. Жители жаловались о том, что регулярно там на повороте машины вылетают с дороги и врезаются в их собственность. Работа тоже была проделана, и, как бы, очень приятно, что в таком диалоговом режиме мы с помощью данного проекта не просто там устраняем какие-то отдельные проблемы по обращениям граждан, но и в процессе уже выполнения работ с учетом пожеланий местных жителей, требований безопасности, объективных требований, да, хоть не прописано в каких-то там нормативах, можем превентивно решать какие-то проблемы, заниматься профилактической работой. Как мы ранее сообщали, команда проекта постепенно расширяет возможности для приема обращений граждан. Недавно был активирован телефонный номер модераторов сайта 8 929 859 49 60, на который практически круглосуточно посредством популярных мессенджеров можно направлять свою заявку, которая после модерации появится на портале среди остальных заявок. Так что можно смело направлять свои жалобы, и если они соответствуют одному из направлений, по которому есть возможность эту проблему устранить, она будет решена за 8 дней, заверил нас Узденов. Субтитры предоставил DimaTorzok Буквально через две недели в Архазии откроется школа инструкторов горно-пешеходного туризма. Мероприятие проводит Федерация спортивного туризма Карачаева Черкесии при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики. Школа представляет собой экспресс-курс подготовки по 11 наиболее важным направлениям, которые необходимы будущему инструктору. Обучение будет проходить в форме лекционных и практических занятий. Для того, чтобы узнать более подробную информацию о курсах, мы встретились и побеседовали с руководителем Федерации спортивного туризма Республики Вячеславом Грековым. В первую очередь необходимо отметить, что Вячеслав Васильевич – опытный инструктор, который прекрасно ориентируется в горах, и, разумеется, не первый год занимается этой работой, причем не только на высоте. В нашей беседе Вячеслав Греков назвал школу, которая в скором времени начнет функционировать, одним из первых шагов по реанимированию этой деятельности. Не секрет, что сегодня возникла необходимость в квалифицированных и опытных инструкторах, так как в регионе появляются новые пешие маршруты, да и туристы в этом заинтересованы. Ну, сама по себе идея, она не новая. В былые времена, в советское время, я думаю, что начиная где-то с 59-го года, на Домбайской поляне уже витала такая мысль, что нужно создавать целую школу горно-пешеходных инструкторов. В то время это было даже продиктовано тем, что рос интерес к маршрутам Карачаева-Черкесии. Это Домбайская зона наших гор с разной категорийностью и, ну, в общем-то, достаточно сдалека как бы все это идет, и идея не новая. А в плане той школы, которая сейчас организована, у нее, скорее, статус возрождения. Почему? Потому что в силу юридических всяких позиций время такое было, что пришлось закрыть школу, которая вот еще с конца 50-х годов Советского Союза, была, в общем-то, и была на хорошем счету не только у нас в республике, но и в близлежащих регионах. То есть к нам приезжали учиться люди именно вот быть инструкторами горно-пешеходного туризма. Почему статус возрождения школы? Потому что, опять же, интерес к горному туризму растет у населения и не только близлежащих регионов, но и Москва, и Питер здесь присутствует. И Питер вообще в большом количестве. У них хорошо поставлены школы, клубы. То есть все здорово. А у нас, как у республиканцев, в этом плане, ну, такая прореха получилась, потому что после Советского Союза пришлось закрыть ее. В 2012 году был последний выпуск. И выпуски были такие, в общем-то, которым приходилось просто как бы ставить галочку. Да, ребята старались, но на самом деле все было тяжело и привело к тому, чтобы ее закрыли. Ну, относительно небольшой отрезок времени прошел, и у нас появилась возможность ее опять открыть. Как уже было сказано ранее, курс будет проходить по 11 направлениям. Мой собеседник вкратце рассказал о таком, казалось бы, банальном, но очень важном направлении, как туристические навыки и быт туриста. Действительно, что сложного в том, чтобы собрать немного вещей и провизии, пойти в горы, разбить палатку в удобном месте и наслаждаться красотами. Больше и просить нечего. Тем более, когда тебя окружают величественные горы, опьяняющие своей чистотой горный воздух. Но если обычный турист может себе это позволить, инструктор, который ведет за собой группу, не имеет права совершать подобные ошибки. В качестве примера Греков рассказал о том, что установленная в неправильном месте палатка может оказаться на пути сели, дождя или еще чего-нибудь. Помните, как в песне Барда Владимира Высоцкого? «Ти здесь на везении не уповай, в горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала». Вот почему подобные навыки и советы опытных инструкторов могут спасти жизнь и уберечь от беды. «Абсолютно точно подмечено вами направлений около 10, по-моему, 11. Подтверждаю, что они выбраны действительно не просто так. На самом деле это очень узкая специализация, то есть это малое количество направлений, на самом деле, которые затрагивают именно горно-пешеходную часть. Дело в том, что, опять же, ссылаясь на то, что у нас было время, когда вообще не происходило никакого обучения, сборов там и всего такого. И состав инструкторский, который на данный момент составляет, корпус составляет 200 человек, даже там чуть больше, на самом деле ребята как бы подготовленные, но с точки зрения юридической они нелегитимны. Почему? Потому что, ну, в определенный момент все рухнуло. Мы не производили обучение, не делали сборов, и повышения квалификации не было. Будем так говорить, сейчас, думаю, все это настроится. А в плане, если, допустим, сказать по каждому направлению, ну, основа основ – это туристические навыки и быт. Здесь как бы само за себя говорит. Я хочу сказать элементарно, в горах часто наблюдаем, когда желающие почувствовать себя в роли туриста, горнопешеходника, туристы, гости нашей республики, да и наши местные люди, они просто даже могут поставить палатку не в том месте, где как бы нужно, учитывая горный рельеф и погодные условия. То есть в течение там 15-20 минут подъем воды может достигнуть там 20-40 сантиметров, и если палатка стоит так, это пальцем в небо, да, выбрали место, то зачастую бывают как бы не очень приятные ситуации. Смывает без всяких последствий, но тем не менее это некомфорт. И народ закрывает себе дверь в этот большой яркий мир, гор, ручеев хрустальных. У нас очень красивая республика. А другие направления, ну, о каждом направлении очень много, можно сказать. Допустим, вот по быту и навыкам, это банально, да, начали мы с палатки. Что касается таких основных, допустим, направлений, как медицина, как жизнеобеспечение, безопасность на маршрутах, как техника пешеходного, туризма, то, ну, специфика этих направлений, она очень важная. И в рамках того времени, как я понимаю, что у нас отведено сейчас, это осветить невозможно. По поводу курса и вот этих вот 11 направлений, ну, за 10 дней мы, по сути дела, успеем только озвучить, что это такое. Овладевать этим те люди, которые, ну, будут соискателями, да, этой информацией и вообще этого ремесла, можно так сказать. Они, ну, обречены на самообразование и в дальнейшем, как бы, посещать сборы. Какую-то общественную нагрузку они будут нести. Это судейство на детских республиканских соревнованиях по турслетам. То есть вот сейчас многие инструктора работают только зимой по линии горнолыжной. И есть много команд, ну, вот шесть районов постоянно приезжают на турслет, на республиканские, и детишки этих команд, ну, я не скрываю, больше знаю, чем инструктора горнолыжники наши. В плане горной пешеходки есть очень талантливые и сильные инструктора, даже по фамильям могу назвать. Ну, чтобы никто не обиделся, не буду, в общем-то, называть. Ну, можно сказать, там в среднем, ну, будем говорить так, не в среднем, а опыт работы от 20 лет в сфере туризма, причем начиная с детского, юношеского туризма и заканчивая уже взрослым, будем так говорить, с переходом в альпинизм. Многие из наших преподавателей – альпинисты России, есть альпинисты СССР, разрядники. Ну, понятно, что есть со спецификой горно-пешеходного туризма. Есть инструктора по скал-лазанию, они у нас будут преподавать, а за скал-лазание, почему? Потому что здесь важный момент, у нас горы скальные, высокие, и те люди, которые занимаются в горах, да, вообще интересуются, и дети, и подростки, и взрослые, они должны понимать, что такое скалы. То есть здесь шутки в сторону, и для этого как бы мы включили скал-лазание. На самом деле, ну, еще со времен Советского Союза как бы были такие направления, преподавались. Сейчас, с учетом того, что появилось много разных новых приспособлений, альпинистских, скал-лазных, ну, немножко меняется, в общем-то, конъюнктура в этом смысле, и нужно преподавать все новое, наполнять новым таким вот веянием. В рамках нашей беседы мы затронули и другие вопросы, которые напрямую влияют на процессы качества обучения. Руководитель Федерации спортивного туризма Карачаевой Черкесии Вячеслав Греков рассказал о тех людях, которые будут обучать, и, разумеется, о тех, кто этому важному делу будет учиться. По мнению Вячеслава Васильевича, школа рассчитана на молодое поколение, которое быстро освоит азы инструкторского дела. Ну, школа не будет сейчас принимать 200 человек. На самом деле, те инструктора, которые входят в корпус, они, скорее всего, не примут участие в этой школе. Им нужна школа по повышению квалификации, только даже для того, чтобы вернуть легитимность их удостоверений и сертификатов. А сейчас школа рассчитана на новое поколение, к которому даже никаких требований мы не предъявляем. Почему? Потому что, опять же, школа носит статус возрождения, и мы просто пытаемся сейчас столкнуть с места вот этот вот маховик, который, надеемся, что будет постоянно в функциональном таком состоянии находиться. Но вообще система такая. Существует Федерация спортивного туризма России, членом которой является и наша федерация республиканская. И там как раз-таки к слушателям, к соискателям предъявляются требования, после которых они могут быть зачислены на тот или иной курс. Ну, не скрываю, да и нет смысла скрывать. Дело в том, что там уже чувствуется рука маркетинга. И в нашей школе не стоит задача. Ну, вот если с точки зрения маркетинга смотреть. У нас задача такая, чтобы просто сориентировать в правильном направлении тех, кто будет заниматься в горах гидами, проводниками будут, инструкторами и все такое. На самом деле, после того, как пройдет вот эта школа, я думаю, что уже появится некое количество людей, которых мы будем готовить на Всероссийскую школу инструкторов, горнопешеходников. Это большой, интересный и не одного года путь. То есть мы стараемся привести понятие инструктор. Неважно, горнопешеходник, горнолыжник, сноубордист, конный, вело. Очень много разных направлений в туризме. Мы хотим поломать стереотип, вот, может быть, и некорректно будет сказано, но стереотип шабашника. То есть это не должно быть сезонным увлечением. Это должна быть профессия, в которой человек занимается длительное время своей жизни. Тогда мы получим в горах, вообще на любом направлении туризма, профессионалов, высоко квалифицированные подготовленные кадры. А это очень важно, почему? Потому что, ну, это лицо республики. У нас республика не только сельскохозяйственная, там есть и производства большие, да, но на самом-то деле мы очень красивая республика, и наши горы замечательные, да, удивительные. И они, по крайней мере, достойны, чтобы ими занимались профессионально подготовленные люди, а не шабашники. Я прошу прощения еще раз за это выражение. Кстати, когда речь зашла о выборе места для проведения школы инструкторов, Вячеслав Васильевич сказал, что на будущее решение повлиял ряд факторов. Вот почему самым оптимальным местом был выбран курорт Архиз, а точнее урочище реки Дукка. В будущем место проведения будет меняться, добавил Греков. Вы знаете, много факторов влияют на этот выбор. Дело в том, что здесь, ну, будем говорить так, есть факторы, которые мешают проведению в других местах. Мест у нас очень много, как бы, но на данный момент рациональным местом оказался Архиз, да, на территории всесезонного рекреационно-туристического комплекса Архиз. Это урочи реки Дука, будем так говорить. Почему именно? Потому что, ну, курорт развивается, и он у всех на слуху, о нем разговаривают. Большую роль играют здесь и управленческие силы курорта, и вместе с тесным, как бы, сотрудничеством, и с правительством республики. То есть, на мой взгляд, там очень правильный, грамотный подход к делу, да, развития туризма. И на базе вот таких вот быстро развивающихся, да, проектов глобальных, в общем-то, намного, ну, будем так говорить, не то, что приятнее, а комфортнее работать вот в плане подготовки кадров. Во-первых, это и наглядной информации много, как туризм развивается, горнопешеходный, горнолыжный. Еще немаловажным таким вот фактором является то, что, ну, я считаю общей колыбелью туризма, это Донбай, в общем-то. С советских времен, да, отечественный туризм, это, в общем-то, для меня лично Донбай. Донбай, конечно, рассматривался для проведения, и школа была вообще организована изначально в Донбай, но потом вот инициатива как-то перешла в Архиз. На этом мы как бы не остановимся, мы будем варьировать эти места проведения школы. Что мешает Донбай? Во-первых, пограничная зона. Здесь мы, как я считаю, что мы патриоты республики, естественно, всей Российской Федерации, мы не должны мешать проводить эту работу. И здесь же нужно помнить, что Тибурдинский государственный биосферный заповедник тоже с большими усилиями уберегает от нашествия туристов неорганизованных нашей красоты. Здесь тоже как-то нужно быть, консолидированную работу проводить, в общем-то. И я думаю, что в будущем договоренности будут достигнуты, и школы будут проходить в разных ущельях наших горных районов. Но на данный момент рациональность победила в сторону Архиза. Общаясь с опытным инструктором, который душеничает в горах Карачаева-Черкесии, речь зашла и о наших пеших маршрутах. Цифры немного разнятся, но однозначно у нас более 80 известных троп, которые пользуются популярностью. Вячеслав Васильевич рассказал о двух маршрутах, по которым, образно говоря, еще не ступала нога туриста, да, может быть, и местного жителя. Возможно, этими тропами когда-то пользовались наши предки. Маршруты востребованы и интересны, и наша задача – сделать отдых в горах безопасным, а для этого нужны квалифицированные кадры и инструкторы, добавил Греков. На самом деле по маршрутам Карачаева-Черкесии информация разнится, ну, примерно, да, чтобы было от чего отталкиваться. Значит, один Архизский сектор насчитывает более 80 маршрутов. Сейчас есть люди, которые переписали их, описание сделали даже по тем материалам, которые собирались ими на протяжении всей жизни. Это уже такие уважаемые нами люди, пожилые, опытные. Вот они оговаривают цифру 77 маршрутов. Я, например, слышал, что на данный момент официально КЧР объявляет, ну, Министерство туризма объявляет 80 с лишним маршрутов. На самом деле они не возникли, да, как мы понимаем, недавно. Это маршруты наших дедов, отцов, и зачастую это даже военные тропы полные интересных загадок по сей день свидетельствуют и находки, и вообще, как бы, там ничто не забыто. Там все остается, как бы, и напоминает о тех временах. В плане потенциала маршрутов, дело в том, что если, опять же, мы начнем выращивать кадры туристические, я имею в виду инструкторов, проводников, гидов, то, на самом деле, с учетом новых технологий, да, снаряжения нового, мы можем сейчас создавать и просто делать новые маршруты, которые будут согласно ГОСТу российскому по части маршруты предоставления туристических услуг, и там есть раздел маршруты. Мы можем делать новые паспорта маршрутов, заявлять их, то есть это маршрута квалификационная комиссия будет принимать решение, достоин ли тот или иной маршрут новый, который любой из инструкторов может просто предъявить и сказать, ребята, посмотрите, вот мы нашли новую жемчужину в том же Архизе. Я лично, например, знаю два места, которые не пользуются сейчас никаким ни спросом, ни популярностью, они скрыты от глаз, хотя там древние постройки, там красивые водопады, там такой, образно говорю, парк юрского периода, скрытый от глаз. Мы даже подумываем сделать эти места, чтобы нога и рука человека не касалась ни травинки, ни земли, то есть навесную тропу хотим сделать. В общем, мы полны оптимизма, и есть перспективы, мы хотим как бы воплотить в жизнь. Успешно прошедший курс и сдавший итоговый экзамен курсанты получат сертификат и удостоверение инструктора горно-пешеходного туризма к третьей категории, а шесть лучших участников будут повышать свое мастерство на всероссийском уровне. Вне всякого сомнения, сказал Вячеслав Васильевич, что школа инструкторов горно-пешеходного туризма – это первая ласточка. В будущем планируется провести также курсы для экскурсоводов. Вы слушали информационно-аналитическую программу радио Карачаева-Черкесии «Ракурс». В студии работал у Марти Киев. Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. Мы прощаемся с вами, желаем всем успешной рабочей недели и хорошего настроения. Всего доброго и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok